а я нашла посмотрите другое место я нашла хотела показать вам получается еще и со мной вместе еще и хуже я нашла другое место для этого зеркала и посмотрите как красиво все-таки вы знаете мне кажется что белая намного лучше то что я покрасила его белой краской она заиграла по-другому и смотрится просто шикарно мне нравится всем привет друзья здравствуйте здравствуйте друзья еще один чудесный день еще одна моя прогулка с вами и сегодня друзья будет у меня еще для вас одно необычное место которое я хочу вам показать хочу вам показать друзья и интересное место на нашем острове посмотрите на эту огромную страшную стену если вот мы посмотрим туда дальше вниз она тянется очень далеко впечатление такое за колючей проволокой что здесь вообще что-то типа тюрьмы да вот так я даже иногда так себе и представляла что возможно какая-то тюрьма тут за колючей проволокой но оказалось что это очень старинный женский монастырь я попыталась вам показать там наверху посмотрите как интересно даже здесь вот и на 1 с колючей проволокой наверху и с сеткой здесь но казалось бы можно быть за этой сеткой что-то увидеть но посмотрите стоит дальше через метр еще одна изгородь из живой такой туи хорошо подстриженные кусты ну вот я сейчас попробую пройти вокруг мне сказали что все таки можно я для вас друзья хочу показать может быть мы что-то сможем увидеть более как сказать получше вообще это монастырь святой сисилии так он называется и вот я специально для вас сегодня здесь пойду вокруг друзья и еще дальше я спускаюсь вниз и вы видите продолжает тянуться эта стена она видоизменяется но тем не менее там вообще ничего невозможно увидеть и вообще для меня это очень странно друзья потому что как вы знаете я гуляю с вами очень часто на другом аббатстве монастырь называется квеар эби это мужской монастырь очень много видео у меня там вот одно из них сейчас вам опять всплывет в правом верхнем углу можете посмотреть и я вам подробно рассказывала что этот мужской монастырь был организован в начале 20 века и там мужском монастыре можно гулять везде там у них тоже огромная территория она ничем особенно не огорожена есть там такие места где написано private area территория частная но в основном везде мы с вами гуляли и там все для просмотра и даже есть такой музей которым показывают и рассказывают об истории этого аббатства поэтому мне тем более странно почему женщин именно монастырь женский вот как здесь держатся такими высокими заборами это мы проходим мимо спасательная станция lifeboat называется на пляже нашего города райт но здесь я продолжаю вам показывать вот то что я сказала emergency service это значит сервис скорой помощи вот это вот спасательная станция если что-то случилось люди бегут звонят и им должны очень быстро прийти на помощь а я уже свернула как вы видите сюда иду уже по набережной вдоль и вы видите что эта стена нашего женского монастыря она продолжается вот она здесь поляна первоцветов или примулы как ее еще называют дикая она обычно желтенькая но бывает крайне редко и других цветов вот посмотрите это тоже примула и она другого цвета фиолетовая не это примула напоминает цветы мать и мачехи первые которые выходят из-под снега у нас на севере идем дальше и я не буду уже отвлекаться постоянно и говорить вам это же вот этот вот наш знаменитый пруд с лебедями где я гуляла практически каждый день то значит когда замылился глаз и что значит когда абсолютно не интересуешься но вот стоит эта стена с проволокой и себе и стоит не думала я никогда что там за этой стеной огромная территория женского монастыря вот бывает же такое хотя я почему-то всегда думала что я такая внимательная все замечаю оказывается нет но уж коль скоро мы с вами подошли к этому пруду я вам покажу что у нас сейчас здесь происходит после того как этот пруд на был перекрыт наверное уже больше месяца больше двух даже месяцев я уже и не помню ветер мерзкий здесь дует но я все таки покажу вам вот видите здесь все опять продолжается закрытая территория все закрыто видите больше туда вниз спускаться нельзя ну а я подошла как раз здесь посмотрите и здесь я вижу что стена монастырская заворачивает на угол и пошла вверх туда высоченная длинная довольно лестница давайте подниматься и смотреть что там дальше я поднялась по лестнице этой довольно высокой и смотрим вокруг какая-то калиточка очень маленькая убогая калиточка закрыта и по моему даже она закрыта наглухо она даже не движется наверное что она просто забито и заколочена но давайте вокруг и пойдем дальше уже но отсюда сверху тоже необычный вид для меня как интересно какая я оказывается невнимательная просто себе иногда удивляюсь а еще была сейчас такая интересная история я иду со своей камерой мимо и идут какие-то две очень пожилых англичанки с маленькими собачками одна другой шепчет показывая на меня что это что это посмотри с фотоаппаратом а вторая говорит наверное папарацци так что вот я встала вдруг неожиданно папарацци я повернула и иду держась левой рукой за стену но знаете как говорится скоро сказка сказывается да не скоро дело делается сейчас пойдем дальше и посмотрим здесь должен быть опять этот монастырь где-то я покупаю информацию об этом и они будут более рады рассказать вам об этом правда? кто? у нас с сестрами там а если я закреплю это? если я закреплю это? да, это должно быть открыто должно быть открыто? да хорошо, потому что сейчас это не Субтитры да, я имею в виду, что это должно быть открыто но иногда это открыто и закреплю это работает хорошо спасибо большое за вашу помощь спасибо красивый дом вот хозяин вышел я спрашиваю уже у всех, как вы видите ну просто прохожие, которые там гуляли они вообще не в курсе ну то есть знают, что здесь монастырь но когда он открыт-закрыт что там, кто там ну и даже этот мужчина, который здесь живет неподалеку он мне показал, конечно, дирекшн а вот, но информации тоже нет у него боже мой, вы только посмотрите наверху какой старый мужчина и он там прочищает желоб на своем гараже, наверное видите, да? даже страшно, не дай бог, если он рухнет оттуда ну вот, представляете, как живут англичане вот он такой старый, вскарабкался туда, чтобы свой гараж убрать а что, нельзя кого-то однозначить есть же такие службы, которые помогают ему, скорее всего, за 80 у меня иногда все-таки это вызывает отрыв вот видите Эбилейн не спрашивайте у меня, почему нет людей вокруг они попадаются, эти люди и мне приходится пережидать жесткий локдаун, друзья вот кто ищет, тот всегда найдет представляете я, кажется, нашла эту церквушку и я, кажется, нашла вход в этот монастырь ура! здесь даже есть, посмотрите шоп, магазин скорее всего, что сейчас он также закрыт но я, тем не менее, пройду тут везде и покажу вам и сама посмотрю ах, вот он, этот дом нет, я уже ошибаюсь который раз может быть, это опять не этот дом который я вам показывала через кусты да, наверное, это этот дом и здесь опять, скорее всего, прайват вот я не могу понять вы знаете, что это такое это ландыши, что ли? или это все-таки все те же подснежники? судя по всему по садику и по палисадничку впереди с креслом это опять просто дом и никакой не монастырь я вернулась назад и пробую пройти еще одной дорогой остатки красавицы-мимозы непонятные калитки справа и слева опять какие-то дома малюсенькие когда-то, наверное, это все было дом прислуги, дом охраны на этой территории и посмотрите опять это именно то что меня всегда восторгает и восхищает ох, посмотрите камелия рядом куст роз которые летом будут цвести наверное, тоже очень красиво а сейчас нас радует камелия и дальше совершенно другого цвета совершенно другая зелень кусты очень красиво подстриженные вот это вот вы знаете для меня просто восхищение боже мой, боже мой давайте посмотрим поближе посмотрите какая совершенная форма цветов друзья ну это просто что-то необыкновенное когда я смотрю такую красоту усыпанный цветами куст я вспоминаю у нас в детстве когда я жила еще там давно у себя на юге в Новочеркасске у нас в конце сада бабушка посадила куст роз обычных она их даже называла шиповник но они вот были вот такого же размера пушистенькие розовые он свел этот куст вы знаете так обильно каждый год что просто было ну какое-то знаете счастье души и он так благоухал я вот вспоминаю когда подхожу к такой красивой камелии я вспоминаю это время но к сожалению камелия как вы знаете она не пахнет но красавица необыкновенная но мы с вами идем дальше это уже теперь точно церковь это небольшая церковь ну или большая не знаю как смотрите по-моему не такая уж сильно большая как допустим то Квареби надо будет почитать и посмотреть об этом монастыре конечно в гугле и там написано что монастырь основан в 1882 году и посвящен миру сердца Иисуса аббатство святой Сесилии в райде остров Уайт принадлежит бенедиктанскому ордену монахини здесь живут традиционной монашеской жизнью молитвы работы учеба в соответствии с древним правилом святого бенедикта кстати написано что можете нажать этот голубой звоночек и ждете когда кто-нибудь спустится и вам откроет но я конечно же звонить не буду не буду беспокоить монахинь красивые беседки здесь скамеечки стоят у Вита кустами роз надо будет летом с вами сюда прийти и посмотреть как здесь будет великолепно когда здесь зацветут эти розы а вот это вход центральный в эту церковь это наверное внизу кельи монахини они все закрыты может быть они на меня там смотрят с ужасом что я сюда забрела в такое время и вы знаете вот на удивление как-то все здесь приветливо я даже не ожидала посмотрите здесь какой-то красивый опять стоит что это нет это никакой не фонтанчик просто какой-то старинный стоит как его скульптура монумент хотел сказать просто скульптурка стоит давайте еще раз мы посмотрим я так долго шла сюда вы знаете что еще я хочу сказать пока мы смотрим вокруг вот это башенка наверху колоколинка там колокола их много и те кто давно на моем канале и смотрит мои видео внимательно мог наверное слышать я много раз обращала ваше внимание когда я в 5 часов вечера гуляю там по побережью то долго долго с 5 до 5.15 слышен колокольный перезвон это именно вот эта маленькая церковь именно вот эта колоколинка очень красиво звонит на какой-то вечерний молебен и еще мне удивительно друзья все-таки вы знаете я показала вам только два интервью ну вернее даже не интервью а я просто включила камеру когда я разговаривала с прохожими англичанами я спрашивала у них живут ли они действительно здесь на в райде чтобы уж точно понять и все они соглашались что да они здесь живут так вот удивило меня сейчас опять то что я разговаривала со многими англичанами и даже многие сказали что они не знают есть ли в этом монастыре вообще вход и что они там никогда не были хотя они живут здесь они рождены здесь живут в райде сами англичане понимаете это не я приезжая и наверное же еще и в школе здесь учились и ничего не знают что вокруг них почему такое я не знаю я вот сколько раз уже вам на это обращала внимание и продолжаю я удивляться вот такое друзья сегодня у меня с вами видео я не думаю что вам будет дальше интересно смотреть продолжение этой стены потому что то что хотела найти я для вас нашла а на этом я с вами прощаюсь пишите свои комментарии нравится ли вам такое путешествие по острову Уайт всего вам доброго берегите себя всем удачи пока пока